Хвала означает обильный поток из вашего сердца. Вы хвалите Бога каждой клеточкой своего тела. Если вы всем сердцем славите Его, то все ваше естество прославляет Его. Ваш дух буквально воспаряет к Нему. Вы поклоняетесь Ему, выражаете свой трепет и почтение, преклоняетесь пред Господом. Это такое благо для нас. Я хочу прочесть вам местописание, которое было на прошлой неделе в ежедневном чтении «Пути древние». Выведите, пожалуйста, это место из псалма на экран. Это 83-й псалом, 2-й и 3-й стихи. У нас есть в наличии эти книги для ежедневного чтения. Рекомендую вам их приобрести и читать Писание каждый день. Это крайне важно. Вы согласны, что Писание крайне важно в нашей жизни? Эти книги — ваш путеводитель по Слову Божьему. Слово должно проникать в вас не только по воскресеньям и на собраниях малых групп. Мы должны питаться Словом каждый день и каждое утро. Мы знаем, как потреблять обычную пищу. Мы едим каждый день. Смотрим на людей вокруг. Все едят. Этот принцип действует и в духовном. Мы должны постоянно питаться Словом Божьим. На прошлой неделе мы читали 83-й псалом. Мне очень нравится этот псалом. Мы посмотрим на 2-й и 3-й стих. «Как вожделены жилища твои». Тут речь идет о Доме Божьем. В каждом городе была синагога, где они поклонялись Богу. И он говорит, как вожделены жилища твои. И Давид, и Соломон, и все, кто поклонялся живому Богу, прекрасно знали, что Бог не живет в рукотворенных храмах. Они знали, что там, где народ Божий собирается вместе на поклонение, Бог почитает это место, Он посещает это место и присоединяется к Своему народу. Это так прекрасно, когда народ Божий в унисон славит Бога вместе, посвященным только Господу. Это дом, сделанный из кирпичей и раствора, но это дом, посвященный Богу. И когда в этом доме собирается народ Божий, наш Отец радуется, глядя на нас. Главная цель нашего прихода в Дом Божий — поклониться Ему. Мы должны понимать, не мы здесь главная цель. В центре церкви не мы. Да, Бог нас коснется и благословит, Он восполнит наши нужды, но мы должны четко себе уяснить, что мы приходим в Божий дом, дабы прославить Иисуса. Мы не достойны открыть книгу, только Агнец достоин. Он в центре. И мне нравится это место. Как вожделенно жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, жилая во дворы Господня. Да, Ваша душа жаждет поклониться Ему. Если приходить в церковь, для нас это только обязанность, то мы чего-то не понимаем. Мы должны просыпаться с огромным желанием попасть во дворы Господни и возвышать имя Иисуса с моими братьями и сестрами. Я буду входить во дворы Его с благодарением и хвалой. Сердце мое будет готово превознести моего царя и отца. Нам нужно жаждать того, что мы придем сюда. Жаждать того, чтобы с помощью музыкальных орудий воспеть Ему вместе и пережить всемогущего Бога на этом месте. Написано, как вожделенно жилища Твои, как приятна хвала подобающая. Он говорит, «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу Живому». «Мы поем не мертвому Богу, но Богу Живому». Могу я услышать вашей аминь? Что такого в том, чтобы приходить в Дом Божий с народом Божиим, дабы поклониться и прославить нашего царя и отца? Что в этом особенного? Ну, во-первых, это то, что мы будем делать на небесах. Это показывает, насколько это важно. Именно поэтому мы приходим, чтобы поклониться Ему здесь, на земле. В эту среду мы будем записывать альбом. Не пропустите этот вечер, все это для Него. Для Него. Мы будем петь Господу песню новую. Божье творчество отображается в тех, кого Он наделил этим даром, чтобы все мы пришли и пели Господу новую песню. Чтобы мы превознесли его. В это утро я ощутил, как глубоко мы вошли в поклонение. Открылись небеса, и мы стали участниками действия небес. Мы вошли в это. Вы знаете, что на небесах поклонение никогда не заканчивается? Бог остановит его всего на полчаса. Это время не за горами. Это время, когда Бог будет производить суд. Я думаю, что поклонение ненадолго прекратится, чтобы Бог оплакал тех, кого предаст суду. Поклонение в небесах никогда не прекращается. Я хочу показать вам иллюстрацию небес из книги Откровений. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, а взывая «свят, свят, свят». Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Послушайте, днем и ночью, то есть Иоанн, видя это видение, чувствовал, что поклонение длилось круглосуточно. Никогда не прекращается и не устаревает. Херувимы летают вокруг Божьего престола и воспевают «Святой, святой». Престол Божий сияет, отражая оттенки всех цветов, и стеклянное море, и 24 старца, и все святые, что были до нас. Только представьте себе это. Они восклицают. «Святый, святый, святый». Господь Бог Всемогущий. Смотрите, что происходит на небе. Поклонение и хвала требуют того, чтобы наше тело могло выразить их. И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают предсидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом. Друзья, знаете, почему Господь желает, чтобы мы поклонялись Ему всем Своим сердцем, всем умом и всей нашей крепостью? Потому что за это Он хочет надеть на нас же венцы. Венцы — это награда. «Для чего эти венцы?» Не для того, чтобы вы любовались собой в зеркало. «О, как мне идет этот венок!» А не для того, чтобы, когда мы окажемся на небесах пред царем царей и Господом господствующих, мы могли сложить свои венцы пред Ним. И знаете, о чем это говорит? Все добро, что мы делаем, вся наша благотворительность, вся любовь, которую мы проявляем другим людям, к нашим семьям, к детям, к супругам, ко всему творению, все это для Него. Друзья, вы должны понять, что все это для Него. Если вам не хочется отвечать добром, потому что кто-то вам насолил, кто-то вас обидел, то вам стоит вспомнить, для чего мы здесь. Мы живем для Него. Друзья, по воле Божией, Он сотворил вас и привел сюда. Мы сотворены для Него. И главное занятие на небесах это поклонение Богу. И вторая суть поклонения в том, что это призвание. Призвание всего дышащего. Ведь написано, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Бог в Своей невероятной, безграничной мудрости повелел, чтобы Его народ собирался вместе хотя бы раз в неделю и превозносил Его. Потому что Он желает, чтобы все дышащее превозносило Его. Говоря «все дышащее», я имею в виду все, что дышит. В Писании говорится, что даже деревья поклоняются Богу. Когда поднимается ветер, мы думаем, что Бог решил подарить нам немного прохлады в жаркий день. Но на самом деле Бог подумал, что-то здесь не хватает хвалы. И когда деревья начинают аплодировать своими ветвями, и мы слышим шуршание листьев, это деревья поклоняются Господу. 150-й Псалом говорит, «Все дышащее дохвалит Господа». Аллилуйя! Писание говорит, «Пусть море, и все морские творения славят Бога». Пусть все животные, ходящие по земле, славят Бога. Пусть птицы небесные, парящие в небе, поклоняются всемогущему Богу. Все дышащее да славит Бога. И особенный венец моего творения. Те, кого я лишь немного умолил перед собою и поставил выше ангелов. Пусть все, кого я создал, осознают, что это я вложил в них дыхание жизни. И это дыхание дано им для одной главной цели, воздавать мне честь и поклонение, и славу, и могущество, и силу во веки веков. Пусть изнутри вас выйдет дыхание в виде слова. Аминь. Для этого мы были созданы, чтобы мы поклонялись Ему. Иисус однажды сказал так, «Если вы перестанете воздавать мне славу, камни воззапьют, воззапьют камни». Многие богословы считают, что говоря «камни», Иисус имел в виду кладбище. Камень был привален к гробницам. Давид говорил, «Мертвые не восхвалят тебя. Те, кто в могиле, не поклонятся тебе». Но Иисус сказал, «Если вы перестанете славить Меня, то камни начнут славить. Камни воззапьют». Бог желает, чтобы все мы поклонялись Ему. Он жаждет нашего поклонения. Я помню однажды, я вышел из дома и шел по камушкам во дворе босиком. Вы знаете, что нашим ногам не нравится идти босиком по камням. Я шел и молился, «Отец Небесный, я превозношу твое святое имя». На улице было еще темно, вокруг была полная тишина, но я четко помню, что произошло в момент, когда я произнес «Отец Небесный, да светится имя твое». Я никогда не забуду того, что произошло после этого. Я услышал, как природа вокруг меня начала петь Богу песню. Понимаете меня, да? Все вокруг стало петь. Это было раннее утро, где-то 4 часа. Коровы замычали, птицы начали щебетать, «Лягушки, квакать». Эта песня зазвучала так громко, что я даже съежился от удивления. Я был просто в шоке. И Бог проговорил в мое сердце, «Все творение славит меня, все дышащее поклоняется мне». Абсолютно все. Ведь блажен, чье убежище Господь. И я хочу вам сказать, что в моей жизни, когда я прохожу какие-то тяжелые моменты, то я получаю свободу в своем духе именно в момент поклонения. Именно тогда, когда я поклоняюсь. В поклонении есть нечто особенное. В Его имени есть нечто особенное. И когда мы начинаем превозносить Его имя, мы входим в особую атмосферу. 33-й Псалом говорит, «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Его имя — крепкая башня. Поклоняясь, мы входим во дворы Господа. Мы входим к Нему домой. И небеса участвуют в этом. Мы делаем то, для чего были созданы. поклоняться и воздавать честь Богу. Мы почитаем Бога, и Его присутствие становится осязаемым. И в Его осязаемом присутствии я обретал свободу в сложные периоды в моей жизни, когда я сталкивался с трудностями. Мы укрываемся в Его осязаемом присутствии. Он — наше убежище. И когда мы приходим сюда вместе, мы поклоняемся Ему, воздаем Ему честь, и проблемы отступают, потому что есть нечто особенное в пребывании рядом с Ним. Вы переживали это в своей жизни? Он просто невероятный, наш Отец. И вы можете вкусить Его, ощутить Его. Это то, что наиболее приближено к тому, что будет на небесах. Когда мы по-настоящему соединены с Ним, когда мы на Его волне. Вы знаете, что порой мы приходим в церковь и не можем наладить интернет-связь. Почему? Слишком много всего блокирует сигнал. Мы должны прийти к тому, что сигнал будет таким сильным, связь будет такой сильным, что ничто не сможет стать между нами. У нас должен быть максимальный сигнал связи с небесами. Сигнал должен быть не просто хорошим, но отличным. Как этого достичь? Мы все должны в этом участвовать. Если хотя бы один человек не участвует, находясь здесь, это влияет на уровень сигнала, уровень связи с небом. Если кто-то один, находясь здесь, все же в сердце своем не с нами, то это влияет на всех. Мы все должны повлиять друг на друга и войти в поток хвалы, обильный поток поклонения, войти в поток духа. Ведь вы помните эти слова? «Я был в духе в день Господней». Вот о чем я. Что делал апостол? У него был отличный сигнал с небом. Наверняка все вы желаете иметь сегодня отличный сигнал с небом. Я просто уверен в этом. Я был в духе в день Господень. Быть на связи с Богом. В дне Господнем есть нечто особенное. Да, мы каждый день поклоняемся Ему, мы молимся Ему каждый день. Но обратите внимание, что день Господень был особенным. Они назвали воскресный день днем Господнем, потому что именно в этот день Господь Иисус воскрес. Этот день назван днем Господнем. И еще что делает поклонение, и поэтому мы приходим сюда. поклонение высвобождает силу Божию в нашу жизнь. Происходит высвобождение силы Божьей через поклонение. Сила Божия будет высвобождена на всех людей, и сигнал в этом зале усилится. Связь с небом будет отличной. Я хочу сделать одно утверждение. хвала и поклонение — это форма духовной битвы. Это не просто то, что мы делаем для Бога. Но в этот момент и Бог нам служит. Это отношения — они не односторонние. Односторонние отношения портят отношения. Наши отношения Синди, как и отношения Христа и Церкви, она все вкладывает в меня, а я все вкладываю в нее. И в результате мы имеем силу, подобную динамиту. В результате мы имеем любовь. Вот в чем суть поклонения. Это выражение любви, но также это духовная битва, потому что враг не может находиться там, где есть поклонение. Когда Иосафат собирался на войну, Господь велел ему поставить впереди войска поклонников, восхваляющих Господа. Они так и сделали. Они шли на битву, восхваляя Бога и поклоняясь Ему. И пришедшие они увидели, что стан врага пуст. Враг не может устоять там, где происходит истинное поклонение. А знаете почему? Он сам жаждет поклонения. Когда мы всем сердцем поклоняемся Богу, в духе истине враг убегает. Поэтому когда Саул был мучен бесами, он просил Давида петься и поклоняться Богу. Он просил его, чтобы тот играл на музыкальных инструментах. И в этот момент эти бесы начинали изворачиваться. Им это не нравилось. «О нет!» кричали они. «Это же поклонение». Истинное настоящее поклонение. И бесы убегали. Саула наполнял мир и утешение. Я верю, что у себя дома, когда вам тяжело на душе, когда вы чувствуете врага в комнате, перестаньте говорить. Начните делать то, что куда более эффективно. слов недостаточно, когда рядом с вами враг. Я сейчас проведу вам Блиц конференцию для семейных пар. Если между вами возникло напряжение в отношениях, перестаньте говорить и начните поклоняться. Включите музыку поклонения и позвольте атмосфере наполнится поклонением. Начните поклоняться Богу. Я уверяю вас, что дьявол, который вкладывал вам в голову ложные мысли, обольщения, ложные чувства, отравлял ваш разум, будет изгнан через ваше поклонение. Это духовная битва, друзья. Если вы желаете услышать голос Божий, входите в его присутствие. Пророки говорили, мне нужно услышать Бога, позовите музыкантов. Это то, о чем говорит нам Писание. Позовите мне музыкантов. Приходили музыканты и начинали играть. Я могу представить себе, как пророки находились в поиске отличного сигнала от Бога. Они хотели быть с Ним на связи. И ангелы открывали коридор, и Бог посылал Слово. Это то, что делали пророки. Приведите ко мне музыкантов. И они наполнялись. Так говорит Господь. Они могли это делать. Это так удивительно. Возможно, над вами нависла угроза, вы под давлением. И враг шепчет, что вам ничего хорошего не светит. И что вам из данной ситуации не выпутаться. Я скажу вам, что же вам нужно делать, дабы выйти из этой тесноты. Нужно делать то, что делали Павел и Сила. Они были связаны цепями, их бросили в темницу, враг справился с ними, и двери были замкнуты. Но что они делали? Жаловались? Сетовали, что им приходится сидеть в темнице? Ах, где же был Бог? Почему он нас не защитил? А почему тогда только нас арестовали? Почему остальные все еще на свободе? Нет, они так не говорили. Я могу представить, как Павел обращается к Силе, и вокруг кромешная тьма, и они не сидели на удобных мягких сиденьях. Если вы ропщите о каких-то неудобствах, поезжайте в другие страны. Я был в Индии, я своими собственными глазами видел служение, где вообще не было сидений, но на них собирались сотни тысяч людей. Там даже не было туалетов. Но люди не жаловались, а терпели, или шли в кусты, никто не говорил ни слова, потому что все они поклонялись Богу, они стояли там, а там не было сидений, и они воздевали свои руки к Богу, взывали к Нему, или если вы поедете в страну, где христиан преследуют. Один пастор рассказывал мне, что он приехал в такую страну и спросил, сколько времени вы даете мне на проповедь? А они говорят, а вы можете проповедовать весь день. «Весь день?» «Да, вы можете проповедовать весь день». «А о чем конкретно?» спросил он. «От бытия до книги откровения». Он проповедовал весь день, отдал все силы, но люди внимательно слушали его целый день. Они прятались в пещере, там было много людей, было жарко, все потели, они внимали каждому слову, не отвлекаясь ни на что, никто не ушел раньше, никто не поглядывал на часы, и он был потрясен. И тогда их пастор подошел и спросил, «А вы сможете завтра тоже весь день проповедовать?» У этих людей даже нет Библии. Это их единственная возможность услышать Слово, если он будет проповедовать. И он снова проповедовал весь день, в жаре, в жутких условиях. Если мы не слышим Бога, хотя у нас нет таких трудностей, может наш сигнал недостаточно сильный, слишком много всего блокирует сигнал. И проблема не в Боге, потому что он желает посылать нам свое слово. Его желание общаться с нами больше, чем когда-либо. Павел смотрит на силу, и посреди их скорбей он говорит ему, «Друг мой, давай поклонимся Господу». И я вспоминаю этих верующих, которые также поклонялись Господу, несмотря ни на какие трудности они были верны ему. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. СМС-